Если кто не знает в двух словах, чем занимаемся, мы занимаемся организацией агрологистики через изменение подходов. Логистика уборки, логистика села, хранение, подкормки растения. Производим технику, настраиваем технологии, ну и в итоге добиваемся каких-то результатов. Этот год имеет свою типичность, и, наверное, начнем с этих болевых моментов. Поэтому надо что-то делать. А что делать, когда у нас в управлении есть очень большие проблемы? Проблемы какого типа? Это разрывы. Это разрывы понимания экономики, разрывы понимания, что это технология, что это техника, финансы. Каждый в своем направлении крутит свое колесико, если говорить о управлении в рамках хозяйства. А вот машина зачастую не двигается вперед, потому что колесики крутятся в разное направление. Почему? Это потому что вопрос к компетенции. К сожалению, не все на практике понимают, что такое компетенция и полипетенция. Полипетенция – это некий набор знаний, который определяет человека как специалиста в данной области. Компетенция – это уже нечто другое. Это возможность в рамках того или иного бизнеса добиться конкретных бизнес-результатов. Я немножко с другого конца начинал, но на это хочу обратить внимание. Потому что когда вопрос к компетенции становится во главу угла, вот эти разрывы, которые идут между разными функциями, они исчезают. И вот исчезновение – это означает создание некой системы, подхода, когда тот жеологист понимает, что зависит от его деятельности. Агрономт понимает совершенно по-другому, финансист, геологист и так далее. Мы сейчас создали себе, поставьте себе такую задачу, задачу создавать компетенции. Для этого организовали такое понятие, как агросистемные интеграторы и начали обучение хозяйству по вот этой самой теме. По созданию у себя, в своей плане, агросистемных интеграторов. В этом году мы увидели, что от этого курсана до 8 человек, мы уже из 50 хозяйств обготовились. Это, в принципе, не было за полтора месяца взялся такую работу. И я рассчитан на то, что кто-то услышит и, возможно, завтра переделает усилия. Почему это надо? Ну, потому что, если мы смотрим на ту же самую уборку с несколько другого ракурса, то можно выжимать от этой уборки 20% на 50% больше производительности. Скажите, пожалуйста, у кого в хозяйстве принимается тревозвольная экосистема уборки? Кто безостановочно убирает? Уже никого? Вопрос в том, что тревозвольные уборки позволяют исключать постой и конвайна во время перепуска и использовать любое окно для того, чтобы в окно организовываться. Вы же убираете. А вы молчите, да? У вас же есть. Не-не-не-не. Да-да. Вей, безостановочно не убираете. Нет? А вы уже? Надо организовать. Надо организовать. Это на вас. А? Ты научишься, слушай. А мне нет цели к вам? Давайте поговорим об инакуларах, хорошо? Потому что у меня цель с вашей совпадает. Дело в том, что вы выжимаете из апельсина, но в сниманный сок. А вы чистично забираете. Когда мы с нами за остановочную группу, мы не даем комбай нам проставить. В Антикции любой бунгер-перегрузчик – это дополнительный комбай. Кроме этого, автотранспорт. Это тоже проблема. Сокращение автопарка два раза. В прошлом году, в прошлом году, в прошлом году, я думаю, многие знают, как фокширя, да? Сейчас его здесь не будет секрет. Правильно? А в прошлом году, в прошлом году, это согласный результат у себя. Значит, средняя производительность, звена из четырех комбайнов ТОРУ, составлял 1400 комбайнов ТОРУ, в день, 1400 комбайнов ТОРУ. Из трех комбайнов ТОРУ, уже с диктитровыми, с жаркими, составлял 1200 комбайнов ТОРУ. А вот что касается количества машин, то вот первым среднем использовалось всего три КАМАЗа с прицепом, а во втором среднем два КАМАЗа. Наверное, это о чем-то говорит. На грузках колоссально на каждую резиницу техники, а результат только благодаря тому, что он перешел в лезвенную систему грузов. Каждую среднюю работало всего подъема бункера-перевышек. Этот год для многих было бы совершенно другим, если бы система была бы организована. Год уже прошел в какой-то своей части, да? Может, задуматься, что завтрашнего дня. Что еще можно сделать, если поменять технологию? Можно, к примеру, использовать наглядную такую там систему, чтобы понимать, как происходит уборка. Посмотрите, пожалуйста. Мы здесь моделируем, чтобы понятно, как уборка вообще происходит. Традиционно. К примеру, первая система начинает убирать, и имеющийся парк при той технологии, которая налажена, позволяет убирать даже за 24 дня. Эти слабцы что показывают? Это показывает, сколько поспевает каждый день, и сколько там убирается с учетом возможности технологической возможности хозяйства. При этом из-за растягивания важна 24 дня. Эта система моделирования, да? Мы имеем потери, очень серьезные потери. Вот это потери. Потеря посыпания от истекания зерна и от потери влажности. Если мы ставим цепочку трехзвельного губа, то есть в локер передачи, мы сокращаем сколько? Мы сокращаем сколько? Мы же на 17 дней закачиваем, 7 дней. И соответственно потери у нас тоже уменьшаются. А если мы используем еще одну технологию, про которую чуть дальше скажу, хранение влажного зерна в пластиковых рукавах, то мы имеем возможность начинать на 5-6 дней раньше. Ну, скорее всего, приблаживаться в 22% и сохранить это зерно. И в этом случае мы говорим уже о том, что закачиваем губку через 11 дней. А посетители соседей, которые начали вовремя так продолжать, как всегда. А что это дает? Это дает возможность в принципе исключать потери, потому что это символические потери. Септистная, рептистская погрешность. А сейчас давайте посмотрим, как это все выглядит с точки зрения цифр. Вот при первом случае мы можем потерять аж 3370 тонн. Это пример, который я показал. С 30 тысяч тонн зерна. Во втором случае, если ускоряем, 1550. А в третьем случае, считайте, что мы ничего не потеряли. У нас потеряли. То правда, влаги будет больше. Это чуть позже. Такого же результата, конечно, можно добиться, если поставить на больше комбайна. Но вопрос инвестиций. Вот больше комбайна для данного случая, это на 84 миллиона больше инвестиций. Или на 18 миллионов инвестиций. Разрыв. Большой. А если мы не говорим о том, что вы видите на такой вот результат, нам надо инвестировать на 3 комбайна, как на 5. Или потратить чуть больше, и руководную технологию тоже не греть. Разрыв. Гигантский. А что это дает с точки зрения денег, операционных прибыли? Вот в первом случае, как традиционно многие прибыли, они теряют просто одну, потеряют деньги. 56,5 миллиона, это премия потери. Если угорать будет 24 дня. Если мы не ускоримся, да, мы потеряем 20 миллионов. Это лучше, чем 56. Если мы сдвиг по фазе старта с делами, мы потеряем 7,5 миллионов. А сейчас самое интересное. Если мы вот ту влагу, которая там сейчас 20-22, сохраним, и потом эту влагу будем использовать для увлажнения, пересушенного зерна, то мы, по сути дела, ничего не потеряем, потому что мы и влагу продаем по цене зерна. А вот сейчас смотрите, что означает «изключать потери». Вот эти зеленые столбцы – это деньги, которым нужно было его есть на своем расшотном шоте, если не потеряли. Я вас туда не помню. Вторая часть моржей, на которую хочу обратить внимание, это потеря насилия. Это потеря насилия просто из-за того, что гораздо больше ресурсов подтягивается из-за невозможности по традиционной системе работать быстрее. Пассивные комплексы грузятся 30 минут, час смотря в уголок камеры. Они могут грузиться за буквально 4-5 минуты, если только загрузку сделать через подачу с бункера-перегрузчика. Того самого, который во время гонки у гонки занимался. И не только подача, тут вопрос крови подачи. Еще идет относительно возможности использования ночного северки. В том числе людей не хватает. А тут у нас другая картина. Можем реорганизовать, вечером загружать в постельной комплекс, как делают наши клиенты, а не нас, мужчины. Они вечером загружают в постельной комплекс, оставляют на поле, иногда даже тракториста не оставляют. Оставляют человеку, условно, с палкой. Это просто охраняя. Тракторист или трактористы, которые с комплексами работают, они просто объектасовываются. Первое с ним, второе с ним. Они закончили работу, подъезжают. Вот этот человек с палкой помогает загрузку организовать, загружать и потом после этого минуте сеется. И что получается? Получается, что в сутки они сеют не 180 литра, а 685. А она тоже стоит снять. Переведем сейчас такой доклятный вид, чтобы понятно было. Что значит изменять технологию? Вот грузерная сеть. Вот такой корыстный термин подали просто. Патриозная сеть. Результат один и тот же. А посмотрите еще внизу. Вот тут внизу у нас механизаторы и водители. Механизаторы, которых не хватает. Сколько получается? Пошелся перейти на другую картину. На картину инвестиций. Сколько денег надо при одном и в каком случае? Ты посмотри на разве. Вот такой интересный рассказ. То есть снижение инвестиционной составляющей больше 90%. Мы здесь не привели цифры по операционной составляющей. Сколько зарплаты пришли, удалось бы экономить. Но поверьте мне, этот цифр очень внушится. Когда мы по всем статьям собираем. Любой, серый, топорный. Хранение. Третья тема. Вот если у вас у всех были системы хранения пластиковых рукавах, скорее всего, многие испытали те проблемы, которые испытали в этом году. С влажным зерном. То есть все наши клиенты, которые используют технологию, они используют любое окно, невзирая на влажность убираемого зерна. Любое окно. Почему? Потому что пластиковый рукав позволяет хранить влажное зерно. Но безопасно, как минимум на несколько месяцев. Все зависит от уровня влажности. Это детали. Но в уголке не останавливается. В 16, в 18, в 20 это вообще ни о чем. Влажная почва, если позволяет заряжать на поле комбай, то автомашине не нужна, чтобы на поле заряжало. Или хотя бы близко подъехать эту функцию, берем для себя как перегрузчик. И получается, что наличие вот этих двух технологий убрало бы очень много проблем. А сколько обходится хранение зерна, если мы рассматриваем примерно те же способы? Для того же примера. Все крутится вокруг одного примера. Для того, чтобы в конце я мог вам сказать цифры. 300 тысяч тонн. То есть 300 тысяч тонн, чтобы организовать, хранить у себя, потребует 160 миллионов месяцев. Для расклада. Плюс-минус, это уже кто как посчитает. Вопрос, какие цифры. Или 12 миллионов. Это та часть, которая требуется на технику для организации хранения. Разрыв гигантский. То есть цифры, которые требуются для того, чтобы у вас вот это запасное колесо лежало или основное колесо лежало как у вас хозяйство, это всего, нам всего, 12 миллионов. Еще одна очень интересная особенность по хранению. Это возможность использования точно отсортированного хранения для того, чтобы получать дополнительную выгоду. Что происходит, когда в 92-й цифры? На склады. Большие бункты. Невозможно отследить качество. Вы не можете знать тонкости, где, в каком месте. У вас рекоменда 22, где 24, где 23. И не можете понимать, в каком месте пойдет послепоршенное дозревание на сколько? На процент, на два? То есть вы не можете использовать те потенциалы, которые там закладываются. А что происходит, когда иллата вы даете? Иллата просто принимают по мусорительному качеству хранных классов, а выдают по минимальному стандарту данного класса. Если мы храним в рукавах, мы получаем еще одну выгоду. Это послепоршенное дозревание, которое можно отследствовать на каждом месте. Потому что в рукавах не происходит самосатирование. Вот как заложили, вот так и остается. Если через два месяца вы шубом отобрали боб и поняли, что там было 22, а стало 24, вы отравнились. Это ваш припад. А в другом месте, если у вас есть пшеницы низкого, более качественного, то у вас есть возможность их миксовать. В рукавах еще позволяет сушить, по-своему, это сушилка. Потому что в нашей климатической зоне порядка 2% влаги теряется просто в рукаве. Зашел испарение. Иногда берем что-то теплое, хлеб, салат влаги, видите, испаряется. Примерно такой же принцип. То есть в рукаве идет потеря порядка 2% влаги. А что происходит, когда хранится зерно в зернотоках и невозможно его отсветить по качеству? Время или иначе мы понижаем качество. Здесь тоже получается разрыв. Разрыв цитно. Это скромный разрыв. Все зависит от того, какой год. Иногда кликалина, каждый процент домога дороже стоит, чем здесь на примере показывают. Пойдем дальше. фиксование зерноток влаги это такой очень хороший источник доходов, который, к сожалению, пока еще немногим применяют. Вот помните, я вам рассказывал про раннего года с сохранением влажности? Вот какая средняя влажность получается в средний год? Не этот год, это год не очень типичный. 11, 12, иногда 10. Да вот если вы представляете, что вы можете восстановить эту влагу через умелое миксование сухого и влажного зерна, так тому же, чтобы миксовать по качеству, у вас получается совершенно другая картинка. А это можно делать. Это можно делать с помощью антоксикционных бункеров. наших, которые позволяют дозированно миксовать разные типы зерна и получать на выходе то качество, которое требуется. Вернуть влагу подделяем через сушку в кавычках переулаженного зерна. То есть, то, что я говорил, что хранить зерно в пластиковых рукавах, это не означает создать зерносушили. Это означает, что эту влагу мы можем потом конвертировать в деньги. через миксование с пересушением зерна. Как происходит миксование? Посмотрите, мы анимационный ролик сделали, что представление зерна. Вот представьте себе под цвета для наглядной демонстрации. с одного рукава берем одно качество по влажности и по гликовиде. С другого рукава берем другое качество. И вот этот фокус происходит прямо во время выгрузки. Ну, примерно, здесь, там, все показывают, 50 на 50. Там можно смиксовать 40 на 60. 70 на 30, 80 на 20. Потому что как-то надо. Это уже определяет агроном. А на выходе вы получаете, благодаря этого фокуса, как алхимия, получаете золото. потому что это демонстрация влаги не вездешки, а демонстрация влаги и деньги. Фактически воду продается по цене зерна. Вот перевезем деньги, что это означает для нашего примера. Увлажнение влаги на 3% всего может давать перевернуть на 15 миллионов дополнительных денег. И калекабельность на него увлажаемое. Добавляя калекабельность это может давать тоже дополнительных денег. Так, из воздуха вытянет почти на 30 миллионов. У меня время? Да? Хорошо, несколько минут дадите. Я могу продолжать? Да. Но мне врага нет. Не раз. Значит, это вопрос внесения удобрения. Это тоже интересная тема. Порядка до 30% времени теряется на загрузку разбрасывателя удобрения. Если мы меняем систему загрузки и подаем удобрения с помощью того же самого перевернущика на его функционального, то это сокращается 10 раз потеря людей. Что это дает? Это просто сокращение потребностей разбрасывателей или укладывание в те сроки, которые заложены для разбрасывания удобрения. То есть это тоже про инвестиции и про деньги. И еще одна пища, которую нам пару лет назад подсказали наши белорусские филинтеры. они начали использовать наш двухсекционный букер для миксования удобрения. То есть создание сложных удобрений непосредственно на поле путем миксования однокомпонентных удобрений. И вот это очень серьезно пишет. Почему? Потому что когда мы миксуем однокомпонентные удобрения, с одной стороны точно определяем для какого поля какое удобрение можно заносить. и даем именно то, что необходимо для данного поля. С другой стороны это пройдение, потому что снижается себестоимость самых удобрений. Когда вы берете сложную удобрения, никогда не сможете угадать с какого поля сколько долина давать, сколько азот и сколько космос. Потому что где-то может быть у вас вообще необходимо засадить на исходе. Где-то не подкармливать, не докармливать, а где-то перекармливать. Когда вы подаете сразу напорь именно то, что нужно для этого и получаете тот эффект, который нельзя получать при сложных удобрениях. Поэтому еще одна такая фишка, которую нужно будет использовать, записать в себе память, использовать для того, чтобы получать дополнице удобрения. Пожалуйста, давайте попробуем сумеровать, что получилось всего этого, что я сказал. Ну, я сделаю такое интересное сумерное. по инвестиционной части, если мы меняем технологии, для данного хозяйства и по любитству, снижаем инвестиционную часть аж почти пять раз. второе, по операционной прибыли, что мы получаем? Это с учетом зарплаты. Зарплаты мы здесь как-то не включили, не успели. Заряжем ошибок уборки, это ускорение уборки и получение дополнительных прибыли за счет потерь, исключение по 24 миллиона. Экономия за счет амортизации, это же вот эта цифра, 427 миллионов, которые каждый год амортизируют по 10%, мы взяли 10%, 42,7 миллиона. Заряжи на хранение, это дополнительная прибыль на хранение, 27,6 миллиона. Экономия на удовремя, 23 миллиона. Итого 147,4. Я сейчас не знаю, у кого какая экономика по себестоимости, но она выросла. Где-то мне говорят, что себестоимость составляет порядка 10 рублей. Может, у кого-то 8, у кого-то 9. Сумма существенная. Мы взяли здесь данного примера 10 рублей. Что означает для нашего примера 5000 каждого гектара, что означает увеличение прибыли на 147,5 миллиона. Ребята, это означает снижение затрат на 4,9 рублей на тонну. 4,9 снижаем затратную часть на тонну. Из десяти и снижаем до 5,1 тонн. Но, наверное, об этом стоит тоже подумать. Вот здесь я перебираю минуту и ухожу. То есть, если это означает, что если цена, к примеру, на рынке 11 рублей, то при 10 рублей себестоимости можно еще прибыть получать и оставаться на половую. А в втором случае 5,9 сотн. это же лучше. А сейчас представьте себе, если цена падает вниз. Что происходит? Во многих регионах России в прошлом году цена была ниже 8 рублей, 7 рублей. Что было у них тогда? В одном случае это уверенное падение убыток и приближение к краю, если запасов нет. А во втором случае это уверенно ставая на плаву плюс 57% стабильная вероятность. Ну, я почти закончил. Значит, это последний слайд. Хочу оповесить о том, что для создания компетенции мы взяли на себя высшего и с этого года начали организовать свои классы российских интеграторов в ВУЗах. Сейчас на следующий момент у нас заключение договора с 11 ВУЗом в России в Ростовской области дом ГАУ и здесь не показано Азиноградская Азинограда. Мы там строим свои учебные классы, учебные программы, будем готовить преподавателей, будем готовить студентов. Второй шаг тоже, что касается подготовки специалистов хозяйства, мы их уже делаем. Скорее всего, от Тяга и ВУЗа будем готовить также в Рамках ВУЗа, потому что программа большая, делать иначе у нас не получится. Ну, все. Спасибо за внимание. Есть вопросы к Анатолию Горьковичу. Как сказал на одной из наших конференций директор агрофирмы «Прогресс» «Нервенец» Налвандян рассказывает нам очень инновационные вещи. Обратите внимание на это. он как раз использует и бункера перегрузчики, и пластиковые рукава для хранения кормов для своего скота. «Нервенец» 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 директор «Нервенец»» «Нервенец»